Ну что, мы продолжаем. Тема эфира у нас «День без секретов». Ну, огромное количество тайн мы вам уже раскрыли. Продолжаем это делать. Тем более, что у нас очень интересный гость сегодня в студии. И мы бы хотели поговорить вам о новом, уникальной выставке экспозиции. Даже, наверное, вот так вот. Это не просто выставка экспозиции, это целый мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история». Поделимся с вами секретом, когда же уже произойдет это событие. Открытие, да. У нас в гостях Полина Глинских, руководитель отдела информации мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Полина, доброе утро. Доброе утро. Вот что это вообще такое? Что это такое мультимедийный парк? Как родилась идея? Поподробнее, пожалуйста. Это действительно уникальный проект, как ты сказал, который появился в далеком 2013 году в Москве, но зарекомендовав себя у посетителей, то есть огромное количество людей хотели увидеть его, начали развивать сеть. Открыто в 2017 году было уже 15 парков. И вот, наконец-то, в 2019 году открывается юбилейный, так сказать, 20-й. Это по факту франшиза, да? Да, это такая франшиза. То есть у нас 20-й парк открывается, наконец-то. Уникальный он. Почему? Потому что используют современные мультимедийные технологии, которые понятны всем и каждому, в особенности целевой аудитории школьникам. И во-вторых, там история России представлена панорамно, непрерывно. То есть мы начинаем от Рюриковича и проходим по коридору. Везде мультимедийные яркие экраны, ты можешь прикоснуться к истории, оживить ее. До Романовых тоже доходим? До Романовых доходим. Потом у нас начинается 20-й век, это от великих потрясений к Великой Победе. Потом от Великой Победе мы вместе с нашими предыдущими поколениями восстанавливаем страну и приходим к нашим дням уже о недавних событиях, свидетелями которыми были все мы. Я так представила это сегодня. Я уже прям виртуально прогулялся. А где это будет все находиться? Это все будет находиться по улице Труда 183, ТРК Гагарин парк. То есть вы приходите, со стороны Уральской молнии вход будет, там красивая стела уже стоит. Когда открытие? Открытие 4 сентября. Вот-вот уже сейчас. То есть можно уже по факту туда заглянуть и перед уроками истории там подсмотреть? Да, 4 сентября мы ждем всех жителей и гостей нашего города. Это в час у нас начинается церемония открытия, которая будет, начнется с пролога. Увлекательный, удивительный пролог, где будут использованы яркие костюмы, исторические реконструкции. Вы увидите наиболее ярких представителей каждой эпохи. Это будут виртуальные люди или реальные? Нет, это будут реальные. После пролога всех ждет концерт, где будут выступать самые лучшие, удивительные, оно же все удивительное в городе, коллективы города и области. И также в этот день до 8 часов любой желающий может прийти и посмотреть бесплатно экспозицию. А вообще сколько будет стоить? А вообще все будет стоить не так много. Для школьников это всего лишь 100 рублей, взрослый билет 200, до 7 лет дети бесплатно. И также организованные группы, то есть когда берут экскурсию, также бесплатно дети чисто за экскурсионное обслуживание. Это же великолепно. А если бы в мое время, когда я училась в школе, историю показали вот так, еще за 100 рублей? Слушай, в твое время еще не так сильно даже развиты были мультимедийные системы. Мы даже не знали особо. А что из этой мультимедийной системы? Это будут какие-то специальные книги, это проекции? Это экран. Как это выглядит? В общем, там более тысячи проекторов, то есть проекции. Там будут действительно мультимедийные книги, куда вы подходите, переворачиваете, листаете. Будут стоять специальные стенды, где вы можете непосредственно нажать на экран. Будут стоять огромные инсталляции, где вы можете просто провести рукой. И, допустим, древний город Аркаима живет перед вами. Вы сможете прогуляться, так сказать, по нему, увидеть его строение. То есть огромный спектр технологий. Также, конечно же, огромный купол. То есть вы можете перелечь на специальное кресло и насладиться. А, это уже на потолке можно посмотреть, да? Да, да, да. То есть купол. Будут панорамные залы с экспозициями. В общем, историю в этом парке можно будет, да? Не только посмотреть, но еще и пощупать. Конечно. Это самое главное. Максимально погрузиться в историю. Да. И вместе с прошлыми событиями побывать, я не знаю, вместе с полководцами одерживать победы. То есть по древним торговым путям прогуляться. То есть все, что угодно. Ощутить это на себе в полной мере. Да, да. Это превосходная новость. Полина, мы благодарим тебя за то, что пришла к нам в эфир. И мы призываем абсолютно всех наших жителей сходить посмотреть 4 сентября в Игарин парк на открытие нового мультимедийного исторического парка. Где, собственно говоря, как уже сказала наша гостья, вы сможете максимально погрузиться в историю. Действительно великолепное событие. Еще раз благодарим Полину Глинских, руководителя отдела информации мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». Ну, вот никаких секретов нам, Полина, собственно говоря, не утаила от нас ничего, никаких тайн. Все раскрыла, рассказала. А вот утаивали ли какие-то секреты от своих родителей наши жители, мы узнаем сейчас из опроса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!